Продолжение следует... Наша досточтимая разведка. Сергей Иванович Поляков. Собственной персоной. Весьма основательный человек. Александр Юрьевич Коноплев. Да. Весьма любопытный человек. Любит бабушек. Это не правда. Что лучше любит бабушек? Мне же любит мальчика. Михаил Анатольевич. Наш медицинский человек. Шура, как твой отчество? Михаил Сергеевич. Собственной персоной. Ой, Александр Сергеевич. Бажанов. Новый в разведке человек. Ну, я думаю, закрепившийся. Бажановая собака. Карат! Молодец. Слово Александру Коноплеву. Именно поэтому любое из захоронений, благо это воронка или братское какое-то захоронение, сначала выкапывается целиковый грунт вокруг этого захоронения. Как было сказано раньше, именно здесь есть несколько моментов, для чего надо обкапывать целиковый грунт вокруг захоронения. Это одно из основных, чтобы не ходить по танкам. Второй момент для удобства. Вода, скапливающаяся в этой канаве, легко очерпывается в любой момент времени. После того, как обкапывается вся канава, эггуматоры начинают подходить плавно к самим останкам. Вот. Здесь можно видеть это уже череп, который лежит на поверхности. люди скиданные в эти воротки лежат практически на поверхности. Очень важно сказать, для того, чтобы начинать откапывать вокруг вот эту канаву, нужно определить края захоронения. Края захоронения значит определяется, как правило, щупом или визуально плюс щуп перед щупом. входит с большой сложностью. Как видите, щуп дальше, чем на половину своей длины в грудь не входит. Теперь же мы проткнем само захоронение, попадая примерно в край. Щуп входит запросто полностью. Таким образом, медленным перешагиванием через 5-10 сантиметров мы можем определить край захоронения. Вот это какого мы находим этот край. Обкапывание надо начинать примерно сантиметров через 20-30. Для чего это делается? Потому что захоронение может быть иметь неутрогие прямоугольные очертания, грудь может где-то осыпаться и какие-нибудь части, так сказать, останки могут попасть именно под целиковый грунт. Для этого делается небольшой запас. После этого определяем глубину захоронения. Опять же щупом протыкаем грунт. Попали в кости. Вот этого щупа у меня практически хватило. То есть длина щупа после того, как он все упирается в целик, определяем захоронение по щупу. То есть это примерно 80 см. Это глубина захоронения. Давайте попробуем еще раз проделать эту процедуру. Вот щуп входит мягко, потом постепенно начинает подбираться целиколость. Все. Здесь он остановился. Но необходимо учитывать, если это братское захоронение, то можно считать какую-то долю вероятности, что дно довольно плоское. Если же эта воронка, то естественно в центре воронки глубина будет больше, в краях. Поэтому необходимо брать щуп длиннее, чем этот для определения в центре воронки и определять глубину в самом центре. Это исходя из определенной нами глубины захоронения, мы определяем глубину канала, которая будет как вы видите окружать это захоронение. То есть оно, это канал удалось сантиметров на 15-20 глубже, чем конец захоронения. У нас есть возможность показать вам захоронение, которое в настоящее время экзюмируется поисковиками и находится в 20-ти метрах оттуда. в 20-ти в блиндаже, сделанное немцами, видимо, из-за нехватки времени нашими бойцами не могли, причем это было захоронение сделано зимой, наши части стояли здесь в зиму. Просто напросто люди были положены, статкан в блиндаж и потом был засыпан вход. как мы там уже останавливались на канале, которое было сделано, окантовка постепенно приближается к останкам после вырытия глубже, чем находится останка. После начинается сниматься сверху грунт. Как вы здесь уже видите, грунт аккуратно снимается со всего захоронения, не трогая останков бойцов, которые здесь лежат. Вот кстати накапливается вода, уже ребята здесь не работают около 20 минут и с края уже появилась вода. То есть само захоронение сухое и можно в нем работать без всяких проблем. Вот это видно наверное что это бревна которые остались от блиндажа. Пару бревен здесь уже убрали они лежали сверху останков так как крыша провалилась со временем. Видимо в этом блиндаже не хватило места чтобы положить все останки и одного бойца присыпали во входе в библиотаж. начали раскапывать потихоньку. Значит мы уже говорили для чего нужно такой метод чтобы для каяц который находится здесь в первую очередь положить его в один гроб а не растаскивать по гробам как это у нас часто бывает по нескольким гробам его положат череп в одном гробу руки в другом и так далее после этого как только полностью видите здесь был недоработан еще участок ребята ушли будет доработано полностью захоронение весь верхний слой будет снят начнется снятие каждого бойца в отдельности ну естественно по возможности так как видите они здесь навалены друг на друге и очень сложно разобрать кто как лежит вот после этого когда снимается каждый боец просматриваются его личные вещи если при нем что-то есть все это обязательно актируется и по черепу по черепу есть возможность определить ну примерный год рождения скажем так плюс минут 5 лет чтобы нам все нюансы собрать в одно если есть у кого-то медальон если они прочтутся определение года рождения если здесь лежат какой-то офицерский состав если здесь есть женщины что тоже можно определить по черепам по тазовым костям это все за мной сад для устанавливания этого захоронения в архиве по входящим донесениям у нас есть уже такая практика определение захоронений без медальонов то есть были нами определены несколько захоронений где не было найдено медальонов но по по черепам по привязке которые которые устанавливаем по количеству народу вот все эти признаки когда складываются в одно есть все-таки маленький но шанс установить это захоронение конечно же как правило из всего захоронения не все нельзя определяют у двух бойцов уже были начали медальоны но к сожалению один был без крышки второй был пустой конечно же при помощи медальонов гораздо больше возможностей и шансов установить кто в этом захоронении лежит для удобства работы Вокруг канавы, которые сделаны вокруг захоронения Сделана еще вот маленькая канавка В которой скапливается вода Поступающая из верхнего слоя земли Здесь хорошо видно, что вода в основном скапливается здесь А не в большой канаве вокруг захоронения Мы находимся на захоронении Образованного в феврале 1942 года Захоронение представляет из себя блиндаж Куда были сброшены останки наших солдат На сегодняшний день снята основная часть грунта В блиндаже насчитывается около 30 солдат Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Захоронение представляло собой небольшое углубление Два на три метра Заполненное водой Хорошей растительностью и деревьями Определено было по ряду специфических плит Для того, чтобы их показать Мы с вами пройдем на соседнее захоронение Находящееся в 20 метрах Захоронение представляет из себя воронку Со сброшенными туда останками Находящееся в состоянии разработки Прокалывание щупу материкового грунта Дает очень затрудненный ход Приходится потратить немало усилий Для того, чтобы его проколоть Для того, чтобы проколоть основную часть могильника Или захоронения Не приходится тратить особо усилий И образует своеобразный провал Данный провал По данному провалу И по эффекту, так называемого, пульбулятора Можно определить Вот я еще разомонтрирую Что здесь? Образовалась воздушная гема И выходит воздух оттуда И выходит воздух оттуда Чего не происходит в пустом грунте Одним признаком, определяющим это захоронение Является стук щупа о кости Это специфический глухой стук Который нельзя спутать практически ни с чем Не стуком о железе Другие какие-то предметы Которые встречаются на этой территории Вот он глухой Для того, чтобы избежать попадания Грунтовых вод Данное захоронение Делается Окапывание Это захоронение Окапывание Производится На ширину 50-60 сантиметров Для того, чтобы Воды не попадали В само непосредственно захоронение Длинной ночью Определяется Нижняя граница захоронения Соответственно глубина канавы Должна быть ниже Уровня захоронения Между захоронением И канавой Делается материковая перемычка Оставляется Оставляется Материковая перемычка Для того, чтобы Преждевременно Не разрушить захоронение Материковая перемычка Примерно 50 сантиметров Потом В результате работы Она уменьшается И удаляется со всем И удаляется со всем Стадию эксгумирования Останков Мы покажем вам На первом захоронении Крытие захоронение С помощью лопат Производится До появления первых останков Затем наступает черед Совка И ножа Для того, чтобы понять Что из себя представляет захоронение Вскрывается Первый слой останков И очищается от грунта И очищается от грунта Ну а вслед за этим Производится фотографирование Или зарисовка Поднимаем ее наверх в грунт Тщательно просматривается Растирая Растирая Между пальцами Или на наклонной доске На предмет обнаружения костей Мелких вещей Мелких личных вещей И прежде всего медальона Были ли медальоны здесь На данном захоронении Было два медальона К сожалению До вскрытия основной части Захоронения До вскрытия основной части Захоронения Значит Один медальон был На грудном кармане Второй Значит В брюках К сожалению Первый был пустой А второй представлял С собой Медальон Но он был С открытой крышечкой И не сохранился К сожалению Бумага которая находилась там Очень просто стояла Прочесть не удалось Прочесть невозможно Жалко Там не костяне Костяне А вот смотри Снимай Стои Помогой Помозок, да? Да, помозок Только что нашли Ну вещи могут быть Как крупные Так и мелкие Что здесь было найдено Ну из интересных вещей Что здесь Терпин ножичек Вот такой маленький Ключик был найден В самом начале Роскоп Ну и всевозможных Мелких предметов Это вот монетки Пуговицы Все что принадлежало К войну Патроны Нет, всевозможных Нет, всевозможных Есть еще Иногда попадаются Вот такие гостерства Патроны Вот такое вот серьезное Попадаются Гранаты Диск От автомата ППШ Тоже полный Патронами Кстати Просто гильзы С фитилем Наверное Которое было Наверное Сиркиз И все Шурочка Продолжение следует А жаль Бывший хозяин Немецкого хутора Был врачительным Человеком И колодец Справил на славу Как его вычислили Мародеры Уму непостижимо Видимо По чьей-то наодке Чем же они могли Тут поживиться Интересно Пара-тройка Минных ящиков Пустой чехол От противотанковой Мины Кирзовый Сапог И грязь И орудие труда Веревка Которая использовалась Для воротка Вот и сами Козлы Их бы энергию Да на доброе дело Господи Горы своротили бы Балдеешь Ты че Кайф Тут у комары Блин Надоешь Ты че К киношек не приехал Прождали его Видел до пучая За день до отпуска Короче Хмельной Да нет Не хмельной В том-то и дело Говорит С деньгами напряженка Так Значит Гробов Вернует Он Не сможет Сделать Стало Без охранения Без охранения Наверное Вряд ли Значит Предлагает нам Временку сделать Я ему значит Сказал о том Что мешки на зомбук Салофановые Большие Значит он этим сейчас занимается На всякий случай Проработать надо Если Прокофьик не приедет Вот Так что это А машина И самое Если допустим Даже мешков Говорит не найду То я найду Салофан Очень большой Он Да Другслойный Или трехслойный Говорит Сделайте так Чтобы упаковать Полностью Где-то там В этом На ферме Говорит Что-то у нас Есть такое Большое Сэшком Комаро Комарину Нигде нету Даже в Питер ездили В магазин Заходили Комарину Этого нету Электрический разговор Только о комарах Балдежник ты Да Конечно Балдежник А нырника Давай Сейчас нырну А давай Подсоем сильно А слабо Куда проплыть прям Что-то Да нет Просто Окунись А ну Окунись Ты че Опачки Класс Лафор Че могу проплыть Давай На бис Давай Здесь Ну правда тут Несколько Метов На старт Камеру Забрызгал Подожди Я что-то зацепил Ведро Представляй Откуда оно там Ведро С диском Сокровище Сокровище Ну ладно хоть техническое Ведро У нас А оно здорово Наверное Нет Ведоплавно Нет Не дырявая Выход нимфы из воды Прошу Нимфа Нимфа Первое Пошло Пошло Нимфа Прошу вас Нимф Как Нимф А почему Вы не голы Вот как оно Облом Здорово Класс Может мы с камерой Мернем Подводные съемки Я не против Только Не Нимф 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 А Нимф Лера Акадьевич, два слова о том, для чего это сооружение построено. Останки были подготовлены к захоронению в деревне Коркино, но, к сожалению, администрация не нашла возможности, чтобы их захоронить в неподготовленные гробы, и поэтому приходится делать временное захоронение здесь присутствуют для того, чтобы весной следующего года похоронить этих солдат со всеми почестями. Как положено. Вот для этого мы и сделали этот сруб. Сейчас укладываем туда останки солдат. Сколько всего поднято за экспедицию? 133 бойца. В наличии медальонов? Нашли 10 медальонов, из них 3 заполнены. два удалось прочитать. Один в экспертизу. Спасибо. Пожалуйста. Можно я плюну? Поехали. На совет поехали. 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 Ахахаха. как крас, да? Нет. Крас гад. Гаидая. Амино, вот результат. Как сказать, факт налицо. Запрули. Шура. А тебе, Шура? А тебе, Шура? Винетом? Страшно. Тебе страшно? Почему? У тебя же такой руль, разве может быть страшно? теперь я с рулем а подыщем в прошлом заходите еще что вы хотите еще порос в сфере с руля на пыль скрыть несколько слов для просмотра для того чтобы сделать я не знаю совет на выделение уходим подведение тубов вот такая смотри вот сюда идем на совет по итогам это не хороший стакан зелы зачем стакан зелы вот сюда она осмотрит, если все на сухо зачем стакан, если нет ничего нет ничего еще есть Иваныч есть? конечно на бурли Иваныч доверил ганч, по рули немножко да крули то надо, вот все правильно хорошо, хорошо, получается нормально повернись и молодцы хач ну ладно, ну ладно, не трогай мой трофей Домой повезу, вместо рок обязательно пойдем пошли что взорвали? да нормально она взорвалась, не надо песен пробитый маленький стал а чем же занимается Шура? бурадер 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 вот он простой винтника шура не какай тут с пистензитором, да? в милицию сдам пойду ух ты какой патриот 100 рублей дадут 100 рублей? 100 рублей не деньги Шура это 200 с пистензитором, да? бурадер 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 номера нет? пока нет выгидает должен быть 20 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 с укладышем? да переверни ее а еще что есть? заклёр о господи МГ лежит, да? да МГ МГ 34 они имеются, да? конечно да 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 вот хвостик пустая да пустая пустая да пустая у нас буржина буржина она не опасная Понял Господи, причиндалов-то, причиндалов-то Ну так Чет собака Почти Шура, в атаку Молодец Хорошо орешь Орешь хорошо Не, ну я-то тут при чем При чем тут Кали Ну жу Пробродобрее Да Не тигры Голосы, не тигры Можно тут поснимать вот так Сбоку, что было и что получает Такого не бывает Элементарно просто Не бывает такого Полное поленец и дров Хоть бы только земли поднять Так, что я поставлю Хоть бы, наверное, на накидчиках Жили вот, что стоят, жили и то По-человечески Кружка нулевая была у меня оставлена Стояла у нас тело Как стояла, так стоит У нас нет дрова Таки-дин, таки-дин Серьезно? Ну да, вот такая вот Сашкину кружку оставила Потом покажешь ей Фу, ладно Ладно, все Ну давайте, красного вина теперь Что, нет, красного вина Для совета не пить Ладно Чем больше, тем лучше Чем спил тут Чем спил тут Рана Сраный боец Не, позвольте командира на совете Сейчас Пьяный, где? Топор Кабы топор, а то ведь вот Нож свой Для себя точил Вот почему я не люблю острые ножи, Мишка Понял? Ясно? Полит Саша Может быть не надо Саша Надо говорить Саша, может быть не надо Ну давайте Федя Помню, что Соломался с собой С собой Ами? А Моющий секрет, а не у меня Слушай, ты по-моему Братан Уже по кругу надо передавать Дальше Да, ты смотри Уже пол кружки вмочил Пускай он передаст Не важно, кто передаст Да хватит Приложил Да он обнаглёв Дамам надо передать Дамам дай передам Буду передаст Пожалуйста Ну чуть-чуть Дамам О, еще один Отдай дамам На Спасибо На камеру попоить Ой, сангрия Ой, сангрия Так себе Так себе Знаешь, здорово, получается Когда рюмкой чокаешь Что-то Держи, вкусная какая Пить невозможно Не пей Не выражайся Не можно чокнуться с объективом Можно с объективом С объективом чокнися С объективом не надо Надо, надо, надо Вот сюда, вот сюда Вот бабах Просто понеси и так Все Да, 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 да Чили ему в объектив О, а Медленно будет Объектив Можно я без камеры буду пить? Нет Без камеры пей Камеру не поедет Компромат не люблю Компроматы 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 Прекрасная вещь Ландыш Пей пока он не видит Оставь Ты не нашел Опа Так вот это самый Больший компромат Ландыш Ландыш Пьет пир Маленькими чашками Никакая не с Англией, да? С Англией кончилась Пирс рояль Маленькими чашками А почему 75 градусов? Ура, Павлю, Маник Это жизнь Ландыш Не стесняйся Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ А, приходит, ну, зубы я чистил, что-нибудь согрешу. Оля. Приходит, Кимка ей делает комплимент, говорит, Ландыш, какая ты прелесть. Ландыш тут живу. Я говорю, я сейчас скажу что-нибудь хорошее, как вообще лутунь. У нас не хвалят, у нас ругать могут. Ты узнаешь, что у меня сейчас на уме, так лутунешь совсем, глядь. Сам лутунься, да? А что ты сюда идешь? Почему не побрит? Опять в свою очередь. Ого, а заготовочка-то так и бегает, так и бегает. Хорошо. Какой игрок. Опять в свою очередь. Треть. Обратно, обратно, обратно. Давай вот этим вот. Иваноч, пожалуйста, Иваноч, пожалуйста, без проблем. Там еще Эдик. Там еще Эдик, все, не пей, тут еще мы. Мы еще даже не пробовали. Вы бы почти долили. Все. Как сказал? Да, не долили. Давай спирт попьем еще. Я хотел бы им передать. Э, 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 братан. Только ужами хвалок. Присосал? Слушай. Ей, голая. Как это самое, как виноградный сок. Ну, все. Ну что? Ну что? Давай-давай, пей. Что? Какой пей? Старая литра пошла. Ты что делаешь? Иваныч, еще Эдик, не забудь. Иваныч Поляков, смирно, нахрен, хватит. Да я тебе самая... Давай, я передам. Я же не глотаю. Передам. Я просто в роте. Держи. Слышишь, наводка какая, слушай. Прием. Слышишь? Свистит. А что не пьешь, Эдик? А нечего пить-то. Так вот, вот. Элег, ты попробовал? Так. Давай еще не останешься. Нет, пей, пей, пей. Они уже пили, пили. Они уже пили, пили. Они уже оканчиваются. Слушай наш бошек. Вроде пока, да. Ничего с него будет. Нога можешь пить. Вот ты будешь. Вот, ты будешь. Вот, ты будешь. Он забирается. Да, да. Литературникам подойдет. Шорп хоть покажите, а. Что? Вот, очки и запотели. Дон Манола. Боже мой. Натягается. Мангудола. Спасибо. Как сказал еще раз. Вот у нас первое слово интересует. Заготовки, пожалуйста. Как ты? А вот так, если? Твикс. Твикс? Твикс. Ладно. А еще одна палочка? Сникерс. Два года служуга. Одна палочка, твикс. Твикс. А также палочка, твикс. Если две палочки и твикс соединить, получается две. Два года пьянки. Твикс. Какой может быть? Твикс. Твикс. Зараза. В Зелинчику. Твикс. 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 Тв dumplings без пilled вонят. Отдавайте. Иван, снимай, снимай. Что? Хорошо быть не бородатым. Хорошо быть не бородатым-то. О, ничего не спали. Бородатым-то впадли. Че, никак? Не в кайф? В том году камера-то не была. Пошло? Она развернула. Надо ее резать, сигары-то резать. О, боже. Не пью, не пью, не пью. А что такое? Не пошло, развернулась. Ну и фиг с ней. Илька все. Зажигалка есть нормальная? Да, можно, Валера, развернуйся. Ну, он тебе вещь, она не будет, она у тебя развернула. Валера, дай зажигалку. Что это такое? Гара Кубинский. Да чтоб я. Хонгольский зажигатор. Поджигал продукцию этого Фиделя Кестера. Это бразильская. А тем более, они наших выиграли. Это патриотизм. Это раньше так буржуевы прессовали, поганых, кожаных креслах. С такой сигарем развороченной. Ноги на стол. Ну, гуна, он не выкинул. Кабаш-рах, вы сможете кидать? Серега, не курить. Вам это какое? От этой. От этой. Она крепкая, что-то. Неркнусь, сигара, понючая. Ой. Это сигара. Сигара, сигара. Это сигара. Иваныч, курни. Фиделя. Видите? Что? Этикет. Этикетчик? Ну-ка, крупно, крупно. Время пить херши. Воо, есть. Снял. Как ты куришь? Как ты куришь, мальчик? Какого, да? Что, пошло? Ее в затяжку нельзя. Продирает, Иван? Иван? Да ты что? Иван, продирает, да? Да не только продирает. Через это, да? Через вот то. Сейчас обрежем. Лучше хорошую ставить. Она тут пишет, вся развернулась. Это уже не то. А тут как-то моим годом. Иван, опять сигара. Иван. Опять сигара. Массовая информация изрядно потрудились для того, чтобы... Сережа, надо сделать ее. Триц, я ровный вредник. Сделал при затяжке. На этот раз гостями куришь. Это крупный изъяв. Да. Их сменные страны. Я не могу. Как вот эта чуханская сигарета. Триц, да? Запекли или куда, Саша? Погода не баловала спортсменов и колебалась от жары. Мне нет, потому что не лиза. Сереж, перекинь. Так, глубоко, глубоко, глубоко. Опять как в той рекламе. Дай. Саша, давай, как в той рекламе. Давай, дым пускай. Хорошо. Дым пускай. Три-четыре. Еще раз, еще раз. Чего пердит Акира Курасава? Сигар такая. Пердящая. Акира Курасава чего? Великий режиссер и оператор Акира Курасава. Гвоздь, посмотри на его глаз. Смотри, вот сюда смотри. Я сюда смотрю, а твой-то глад куда ушел? Влево. Гвоздь нашу налево. О, блин. Американская такая хоря. Хорошо, то как? Смотришь. Рюби глаз. Рюби. Шура, главное резко останови. Очки останови. Очки останови. Резко, очень резко. Во весь экран. Очень резко. Это уже язык, да? Язык уже был не резким. Да, а сникерс, ап. А что, сникерс, что? К вашему рукаму прилип по Кире Курасава. Упал. А, вон он. Упал, вон он. Три секунды не лежала. Ага, как неудобно. Через бревно. Камера эта, чебак, да? В бревно. Камера надоела. Спасибо. Правильно. Чего? Три литра сангрии выпили и в одном гузу. Однако. Тенденция, однако. Тенденция, однако. Может еще у кого сангрия завалялась? Однако, мешка. Однако, спиртонуешь. Мешка. Вот так забер. Вот там. Вот там. Нет ли... Ремешочек там вот такой, беленький который. Вот этот. Ага. И на лево ручку. А на право ножку. А-а-а-а. И этикетку, пожалуйста. И полруки. Папочки. Гулечка, извини. Ай-ай-ай. Эста, тоже сангрия. Ес. Только другая. Да, кстати. Другая. Почему он там вот так? Ну, ты так как сук ешь. Ее, обедать хочу. Обедать? Да. Завтра ты тоже неплох. Да. Ты любишь? А. Я-я. А ты? Выпил стакан вида. А ты? Да, перед обедом стакан. Можешь я открою? У тебя обеда стакан. Перед обедом стакан спирта. После обеда стакан спирта. Крупнее. А работу не пойдем. Очень хорошо. Я дурной, слушай, его не поймешь. Ну, конечно. Ну, что, ты дурел четыре дня. Неделю подряд дуреть. Спорим. Одним заходом выпьем. Все роги не говорю. Гена, все кранты. Гена говорит. Все на последний день. Уже не могу больше. Ну, ты не поймешь, слушай. Вроде выпил. Счувствую, вроде нормально. А пошел, а там последствия другие совсем. А какие должны быть последствия? Ну-ка, расскажи-ка нам. А другие, на сегодня. А они другие. Видишь, водочку выпьем. Ты себя соизмеряешь уже. Сколько мерка твоя там, пожалуйста. Ты утром не так. А вот с этой дурой не поймешь. Так потому и спирт. Дура. Да, спирт дура. А вот А9, она такая, как безрованная манит. Оливай. Это вкуснее. Ну-ка, давай. Э, э, бля. Давай. В горла не пить. Тоже 7%. Только это, это с этим. Все на водный ребенок. Ну, ты лить-то будешь. Не льется, Греб. Как не льется? Как не льется? Как не льется, Илья. Их не льется. И пук. И пук не льется. Из одной трубы заливается. И из другой трубы выливается. Что это такое? Что это? Это задача с бассейном. Умный Шура. Умный. Мех мат закончил. Махмут. Мех, мах. Мат туда, мат сюда. Туда матом, сюда матом. Туда, сюда и все. Мат, и мат, и отец, и мат, и Шура Коноплев. Очень хорошо. Игорь Иванович, вы возместили вашей жене затраты на рюкзак? Нет, еще. Почему плохо так бухгалтерию видеть? Возместили затраты. Спеем. А мы зарплату получим? Будем. Хорошо. Это радует. Молодец, Игорь Иванович. Не смущай меня, я такой скромный. Воды отходили. Вы годы? Воды отходили. У вас? У Кучева. А, а. Э, ты куда голову положил? На твою жирну. Тащит на... Куда голову положил? На плечо. Пес. На жирну. Ты чьих? Твою. Что значит чьих? Ой, извини. Сопли вот так. Сопли пальчишкой. Тих-тих. А, ты срать, блин, задай, ненавижу. Да закрыто. Да целая. Это не Зангрия, ребята! Это не Зангрия. Это не Шангрия. А куда добавка делась? Слушай, стой. А стой добавка. Куда она делась? Вот сюда. Покажите, пожалуйста. Сюда? Слушай, почему мимо-то прошла? Нет, не мимо. Нет, вот мимо вот этой вот. Вот этой штуки. Она мимо вот этой не прошла. Нет, вот мимо этой почему прошла? А она где-то была, там шарилась где-то. Шарилась? Да. Я предлагаю. Благодарю вас. Да я предлагаю выпить. А, и закусить. Закусить не надо. Пусть сдохнут все, кто нас не любит. Джентльмены пьют и закусывают. Давай. Масштабно, масштабно. Стой! Чего же его так? Шура, это принцип тотальной камеры. Чего? Вот это принцип тотальной камеры. Пей. Сейчас будешь тотальным. Пей, Шура. Не тотально, Петя, или не тотально? Нет, не тотально. Ты не Донгуш. Ты не Донгуш. Вот так, Петя. Пей до дна, пей до дна. Будьте так, хорошо? Пей до дна, пей до дна. До дна пей. Спасибо. Пей до дна. До дна пей. Я маленький мгу от камеры. Так скажи, еще балдеешь, тачишься. Ребята, пойдем. Было дело? Сам Грегор действует на голову. Твикс, твикс. Что с ней? Что она валится? Ребята, живая. Только что бегала. Только что бегала. Ну, нет, ничего. Колька, спасибо. Я что? Дайте мне, пожалуйста, потом. Колька не пила? Хочу. Не пила, но хочу. Однако, информация прошла. Котелевский начал употреблять спиртные напитки. Серьезно? Говорят, что пьет. Теха, серьезно? Ну, слегка. Ну, упиваться? Ну, немножко, да? Ты уже пил. Видел, как ему наливали. Ты уже пьешь. Ну, хорошо. Значит, нормально. Почка одна работает. Сангрия? Куда торопишься? Что? А деда драл? Мне тоже так у нас. Куда торопишься? Кто? Ты. Я никуда не тороплюсь. Он просто уже девятый раз. Отодрал он как? Он там? Нет, он просто присосал так. Иван, вкусно. Иван, говорит, Петька, вакуум, да? От лампочки, ты смотри, какой свет, блин. У него аж вся морда краснет. И да, сангриечка. Это сангриечка. Ух, да что ты, ух, хватит. Сергей Иванович, а ты как отодрал? Она сама отвалилась. А ты ее потом послюнявил, наверное? А кто отвалился? Да вот. Вот. Кружку под сангрию изладил. Ну-ка. Сангрия, однако. Нет, не моя. Наливаешь воду, получается, сангрия. Сангрия, однако. Понял. Кружка самобранка. Кружка самобранка. Кружка, однако. Кружка сангриянка, ясно. Сангриянка. За нас, однако. За красивых. За красивых, ой, блин. За хороших. Фу, фу. Эй, ты, свинья. Ну, там, чувак, там плавает. Вон, вон. Камар, что ли? Не знаю, кто. Какая-то чмырина плавает. Камар, вообще. Камар, ребята. Сурик, почему грустный? Мало. Почему? Мало. Мало дров. Мало дров? Пойди еще. С дровами извините. С дровами извините, без дров. Вы не правы. Не извиняйте. Бананев нема. Очень жаль вообще, бананы кончились еще вчера. Так что вам предложить нечего, хоть и хороший вы мужик. Спасибо. Расскажи, спасибо. А на нас все тоже кончились. Пойдешь, что ли? Ну, ладно, ну тогда пей. В принципе, у нас все время было ананасы, ананасы. Я не подниму, я пойду. Я покажу, что я пойду. Иди туда. Зомби такой. Если поднять, сможет. Кого? Шура-то. Какой? Да он, да бажана, завтра Шура с ней дежурит. Да он ее просто за ноги аккуратно вытащит, на руках унесет на белочек. Слабая рука, то у меня просыпайся скорее. Да нет, он ее просто на стол положит, все сам сварит. Сегодня Роман топрыгин, он сам все сварил. Кашу жрать невозможно было утром. Да, что-то было. Я ее спас в кашу. Ел. Нет, я взял банку тушенки и все, и съел. Тушенка, тушенка, она хороший неградиент. Она вроде молочная сначала была как, или нет? Топливать была, давай, молочная там по-еврейски была добавлена. Юда, Шисон. Там вам даже сахар был изначально. Как сказать? Там, наверное, было вот столько молока, вот настолько каши. Нет, да это как лучше. Игличка стол формала. Очень приятная. Как обеззараженная, то как это называется? Садок. Какой садок? Ты че? Ну как какой? Поставь на место. Ну-ка, Шура, скажи свое любимое. Опять докопался? Да докопался туда-сюда. Туда-сюда, начальник. Пиздец залез. Забери. Какой садок сказал. Из одной трубы вливается опять. Вот теперь член раздельно сказал. Что член раздельно? Сказал. Сказал. А вообще, говорят, крышечку, будьте добры, что Сангри сильно действует на голову. Вот так. Бам. Но, слава богу, это не картина вторая. Слава богу, это вообще не голова. Принеси мне каску. Каску принеси мне. Отойдем. Не надо, нет, не надо. Я вас очень, очень прошу. Саша, ты же не малыш. Действительно на голову действует. Ты же не малыш. Нет, я хотел ему адресить. Ему не действует. Малышу, кстати, подействовало. Чего? Ну, че, дали по башке мужика, голова потом болела. Ну, так он, нет, там не могло бы болеть. Ему не по башке дали. Он сам долго просил, не слушал. Сам долго. Ноги целовал. А вы-то прямо уж такие, блин. Пионера там, че хочешь? Умочили. Костер, бумажку, пожалуйста, Инга Ванна. Для вас все, что угодно. Бумажку в костер там. Хитрый. А еще что сделать? Хитрый. Рыбий. Сникер сжали. Сзади, покажи. На сладкой пилке. Зеленый. Сжалился. Тепло тут у вас, однако. То ли сангрия действует, то ли сникерс так хорошо жарится на сладкой плитке. Очкарик, хватит пить. То у вас очки почему-то стали темными. По иголечке, извините. Ой, тебе спать захотелось. Только смотри на тент-то. Никотин капает уже. Как надышали просто сейчас. Да, я не хочу. Она уж напилась, наелась, ты че? Серьезно, бабушка? Конечно, разве ж можно женщине пить столько? По столько? Третью бутылку мацает и ничего. Третью надо было этикетку отдрать и сюда русскую написать. По полтора литра, да по полтора литра мочек. А что запросто? Так, а если тут смотреть? Наше здоровье. Одну, да. Одну и самое. Ой. Опачки. Ой. Автопортрет. Спасибо. В интерьере. Глаз зашевелился. У кого? У Ивановича, а у него глаз вообще шальной какой-то, левый. Левый, наоборот. Бегает. Кто-то обедает, что у нас думает. Да. Кто это там? С каждым разом все больше и больше горло прополаскивает от макарон. Шире становится. Макароны в горле застрелят. Да, выскакивает. Видите, как хорошо. Они не выскакивают. Воды отошли сегодня, так я добавил, так опять подержу немножко. Еще побеременею. Хорошо. Бедный ты, народ. Что бедный-то? Счастливый. Я очень понимаю беременность женщин. Миллион баксов премия. Ждет. Да. Миллион рублей получил. А мы сейчас на Северном договорились, я скрываюсь, а мне сразу голову отрубает. Куда? А зачем голову отрубать? Как, зачем? Положено. Положено. Лучше вдруг прийдем. Друг, когда еще голову отрубает. Да, ребенок живой останется. Попа! Что ты меня пугаешь, что я могу родить тут, приду ее? Не лечь ко мне. Ну, внематочная беременность. Внепапочная. Внепапочная. Внепапочная, да. Внепапочная. Вот и поговорили. Не выпито вино и торт не съедем. Спирт давай доставай. Понеслась. Если кто-то скажет, что он пьян, то он будет неправ. Просто он уходит в ночь. Просто ему плохо. Просто ему плохо от того, что он уходит. И он один. Но он не один. Ребят, вы со мной. Это главное. Я ухожу. Будь. Буду. Обязательно буду. Будем. Будем шить. По этой старой дороге уходили очень многие. Но возвращались. Всегда. Я вернусь. И никак иначе. И никак. Овэл. Овэ. Субтитры создавал DimaTorzok